Сегодня в Одессу приехал министр социальной политики Андрей Рева. Он посетил Центр профессионально-технического образования. Чиновник устроил экскурсию по учебным классам и ознакомился с материально-технической базой учреждения. Также киевский гость пообщался со слушателями разных курсов. Министр считает, что в эффективных кадрах должен быть заинтересован прежде всего сам работодатель. Мы будем працювати с работодавцами, чтобы они сразу понимали простую речь. Если вы хотите сохранить кадры и зацикавить их в том, чтобы они развивались и как-то работали, нужно давать гидную оплату праці. Я считаю, что, например, по работничим специальностям, таким, как токаря, фрезерувальники, слюсари, электрогазозваривальники, стартовая цена рабочей силы по закінчению профтех нашего заклада должна быть не меньше 10 тысяч гривен на месяц сегодня. Достичь такого уровня оплаты, по словам министра, реально. И для этого правительство постепенно увеличивает размер минимальной оплаты труда. Если, условно говоря, будет 3 тысячи 700, то средняя зарплата должна быть не меньше 7-7,5 тысяч гривен. И если взять сегодня среднюю зарплату по Украине, то приблизительно такой показатель сегодня есть. Но мы ожидаем, что до конца года, уже в грудь месяце, этот показатель будет за 8 тысяч гривен. А по году десь будет 7 тысяч 100. Если мы такими темпами будем расти и дальше, то протягом 3-4 лет мы выйдем на среднюю зарплату в Украине где-то 500 евро. А это уже что-то. Это то, за чем люди сегодня едут в Польшу. Нехватку рабочих кадров в Украине, по мнению министра, можно будет решить исключительно экономическими решениями. Тем временем в службе занятости говорят, что уже сейчас среди обучающихся в их центрах растет доля тех, кто получил высшее образование. 30% у нас учатся, переквалифицируются тех, кто имеет высшее образование. То есть, выясните себе, закончили вуз, потратили деньги от родителей, были какие-то сподевания у молодой человеке, а после того она приходит и получает рабочую профессию. А очень проблема простая, потому что юристов, менеджеров, экономистов, насколько много, что на рынке работы нет такой достаточно количества профессий. После министр социальной политики Андрей Рева совместно с мэром Одессы Геннадием Трухановым посетили прозрачный кабинет в территориальном центре оказания административных услуг. Реконструкция помещений Киевской райадминистрации завершится до конца года, если из госбюджета для этого поступят запланированные средства. По словам чиновников, проект и экспертное решение уже готовы. Прозрачный кабинет на первом этаже был открыт еще в январе. Там оказывают 267 административных услуг. Сейчас идут ремонтные работы торца Киевской райадминистрации и офисов на втором этаже. Прозрачный кабинет на первом этаже. Я думаю, что мы очень быстро от этого сейчас рассмотрим. Также в ходе визита министр соцполитики посетил департамент оказания админуслуг на улице Косовской. Система обслуживания граждан в прозрачных кабинетах внедряется и в других городах Украины. Система обслуживания граждан в прозрачных кабинетах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...